Поводом для встречи ведущих русскоязычных политологов Израиля с министром информации Диаспора Юлием Эдельштейном стала презентация книги специалиста по ближневосточной политике Ильи Васильева с говорящим названием «Иерусалимский тупик». Но дискуссия в легендарном Тель-Авивском доме Жаботинского достаточно быстро вышла за намеченные организаторами рамки. Израильских правоконтистов не критикуют только ленивые, но, как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А Министерство информации еврейского государства, несмотря на скромные бюджеты и еще более скромные возможности, все же пытается работать. Нужно отдать должное местным пропагандистам, несмотря на огромное количество ошибок. В них уже появились и первые успехи. За последние дни на фронтах ближневосточной информационной войны произошло заметное обострение. И, быть может, впервые за свою каденцию первый в истории Израиля министр пропаганды заслужил одобрение весьма взыскательных и, как правило, критически настроенных профессионалов. Впервые применили такой действенный инструмент, как ирония. Впервые участникам, активистам этого анархистового движения, которые пребывали в Израиль поддержать палестинскую администрацию, были предъявлены письма, которые в издевательских фразах описывали то, чем они занимаются, фактически помогая террору, вместо того, чтобы защищать права человека. Как понятно, на двух израильских политологов приходится несколько десятков, зачастую противоречивших друг другу мнений. Главный герой вечера аналитик Илья Васильев считает, что в восторге коллег по поводу удачного отражения атаки воздушных миротворцев несколько преувеличено. То, что называется «Асбара», то есть израильская разнесительная работа, это как в футболе. В ней каждый считает, что он в ней понимает. И более того, к сожалению, имеется такой стереотип, что вот есть какое-то предложение, что можно провести какой-то кампейн, какую-то удачную кампанию, какой-то удачный слоган, и сразу все изменится. К сожалению, отношение граждан разных стран к другим государствам – это вещь, ну, если не константа, то очень трудно изменяемая. Особенно это касается Израиля, который все время попадает в сводки новостей на первые полосы газет с какими-то боевыми действиями или с чем-то подобным. Поэтому изменить имидж Израиля очень сложно. Сам министр информации со столь пессимистичной оценкой перспектив своей деятельности не согласен. Юлий Эдельштейн уверен, что лучшая оборона – это нападение. Именно в таком агрессивном стиле он намерен комментировать даже крайне неприятные для миджа Израиля кадры, которые уже облетели весь мир. Человек теряет иногда самообладание, даже если это заслуженный боевой офицер. Не будем забывать, что все равно даже в этой не очень, наверное, приятной истории, хотя сейчас идет расследование, по-прежнему есть плохие и хорошие. Плохие – это не подполковник Айзнер. Он совершил плохой поступок, но он представляет хороших. А плохие – это анархисты, бандиты и прочие подонки, которые пришли буянить, бушевать, его провоцировать и так далее. Судя по вопросам общественного мнения, а также голосованием в Организации Объединенных Наций, противников у Израиля в мире по-прежнему больше, чем сторонников. Но винить в этом молодое министерство информации было бы несправедливо. Для того, чтобы изменить имидж страны, нужны десятилетия, а может, не хватить и всей жизни. Сергей Гранкин, Александр Шабатаев, РТВА, Израиль.